МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие отечественные сорта смородины стоит выбрать для своего участка? Ну, конечно, садоводам-любителям стоит остановить свой выбор на десертных сортах. Они наиболее вкусные, сладкие. Это такие сорта, как Волшебница, Рогнеда, Память Волознева, Церера, Катюша, Купаленко, Белорусочка. Некоторые сорта из них имеют универсальное назначение. То есть они подходят как и для механизированной уборки урожая, так и для садоводов-любителей они тоже будут хороши. Ну, наши сорта белорусской селекции отличаются устойчивостью к многим грибным болезням, потому что они прошли многолетние испытания и в наших условиях. А давайте теперь поговорим про весенний уход. Что обязательно нужно сделать? Ну, в первую очередь, когда наши садоводы-любители приедут на свой участок, нужно избавиться от старой листвы под кустами, потому что на старой листве могут быть споры грибных болезней, какие-то вредители или яйца-вредители, личинки. Потом после этого нужно заняться рыхлением почвы. Но сильной перекопки не надо делать, потому что залегание корней у смородины не сильно глубокое. Где-то основная часть находится в районе 40 сантиметров, но поверхностной есть и 15-20. То есть если сильно начать перекапывать, то вы можете повредить корневую систему. Потом весной желательно внесение азотных удобрений, в частности карбамида, где-то в районе 10-15 грамм на метр квадратный. Также можно внести перепревший навоз в районе прессольного круга и замульчировать потом все торфом. Перепревший навоз вносится примерно 2-2 килограмма на куст. А вот защита от вредителей, как обрабатывать правильно? Если у вас еще вы приехали и почки не распустились, можно использовать бордосскую жидкость однопроцентную. Она поможет против таких болезней, как мучнистая роса. Также можно использовать для этой цели топаз, средство химическое. Но потом, когда у вас близко уже будет ботанизация и цветение, то после этих паз внесение химических средств нежелательно, нельзя это производить. Нужно будет дождаться, когда цветение уже пройдено. Конечно, нашим любителям я бы рекомендовал биологические препараты, потому что у нас вся страна и вообще во всем мире стремятся к экологически чистому земледелию, к экологически чистым продуктам. Поэтому стоит обратить внимание на биологические средства защиты. Например, на красной смородине встречается очень часто красногаловая тля. Это когда лист как бы вздувается, есть такие вздутия красноватые. Против этого вредителя поможет такое биологическое средство, как бетоксибацелин. Важно обработать не только наружную, но и нижнюю часть листа, потому что скопление яиц красногалового клея именно там, на нижней части листа. Какие еще такие опасные вредители существуют? На черной смородине, наверное, самым опасным вредителем является почковый клещ. Он опасен не только тем, что снижает урожай, и почки не распускаются, или распускаются, но выглядят как бы уродливыми, так и уже с них не получится урожая хорошего. Но он переносит еще и опасное заболевание, как реверсия. Или еще второе название у этого заболевания – это мокровость. Это мекоплазменное заболевание. И после этого, если вы даже увидели на цветке признаки поражения реверсии, придется этот куст выкопать целиком и сжечь, даже с корневой системой. И на этом месте уже смородину желательно не сажать где-то 3-4 года. Вы что? Вот. Настолько опасное заболевание. Я расскажу вам, как ее обнаружить. Обнаружить можно ее только в основном во время цветения. Очень хорошо заметно, и любой наш садовод-любитель сможет это сделать. Обычно цветки у смородины имеют 5 лепесточков. При реверсии их больше, там, от 6 до 10. Вот. И они выглядят как бы разрезанными ножницами, как звездочка такая. Вот. Если вы такое увидите, то можете сразу избавляться от этого куста. И желательно... Как можно раньше. Да, желательно потом инструмент весь обработать либо спиртом, либо антисептиком. А вот про совместимость ягодных культур. С чем нельзя рядом сажать смородину? Смородину нежелательно сажать рядом с крыжовником, потому что у них одинаковые болезни и вредители. Вот. Потом рядом с малиной не стоит сажать, потому что она распространяется, и корневая система, потом трудно будет избавиться от малины рядом со смородиной. Ну и хочу напомнить, что смородина – это светлолюбивая культура, поэтому не стоит сажать ее в тени заборов или каких-то строений. Вот. Нельзя, чтобы ее затеняли деревья, потому что урожай будет, конечно, ниже там, где нету света. Может, какие-то такие типичные ошибки расскажете, которые допускают часто садоводы? Я встречал много рекомендаций, что садоводы обливают кипятком против вредителей своей кусты. Вы знаете, вера в успех этого мероприятия, видимо, пошла от специального приема, который называется термотерапия. В основном ее используют при черенковании смородины. То есть черенки, нарезанные для размножения смородины, погружают в специальный термос и выдерживают при температуре 44 градуса в течение 15 минут. Вот. При этом случае часть вредителей и болезни уничтожается, мы избавляемся от них. Но даже при этом, при такой щадящей температуре 44 градуса, мы некоторые черенки можем потерять. Поэтому, когда вы доводите температуру воды до сотни и поливаете кусты, очень трудно выдержать экспозицию, чтобы именно какая-то такая температура попала на все части растения. Вот. И можно просто повредить почки. Поэтому можно остаться, наверное, без урожая. А чем все-таки так полезна смородина? Вот что в ней такого есть? Очень много витаминов. Вот. Особенно витамина С, аскорбиновой кислоты, микроэлементов и пектиновых веществ. Вот. Она полезна людям с ослабленным иммунитетом. Ну и если вы вносите минимум химических веществ на своем участке, то вы потом, в принципе, можете использовать веточки смородины для чая, вот, очень ароматного. Весной, когда листва еще не очень большая, внимательно нужно осмотреть кусты на наличие почкового клеща. Вот. Мы увидели, пожалуйста, нераскрывшаяся почка и выглядит, как качанчик такой. Вот. Такие почки надо удалить, если у вас от двух до четырех почек на побеге. Если количество большее, то такую ветку лучше срезать полностью от основания и сжечь, чтобы не распространять его дальше. Мы обращаем внимание, что вот на веточке вообще не открылись почки и нету листьев. Скорее всего, что она поражена таким опасным вредителем, как стеклянница. Мы ее срезаем как можно ниже. Она видна еще у нас вот в этой части. Вот, пожалуйста, стеклянница – это бабочка, которая примерно в 10 дней после окончания цветения оставляет яйца на побеге смородины. И потом из этих яиц вылупляются гусеницы, внедряются в центр ствола и проделывают ходы в самом побеге. Вот. Естественно, что она нарушает питание ветки. И уже постепенно эта ветка теряет способность к росту, и урожай на этой ветке уже не получится. Поэтому такие побеги мы тоже срезаем, удаляем и сжигаем. Посадку смородины, конечно, желательно выполнять осенью, вот, потому что приживаемость в этом случае вашего растения будет намного лучше. Если вы не успели это сделать осенью, то можно сделать это и весной, но желательно как можно раньше, пока еще не открылись почки у растений. Сажаем. Мы перед посадкой делаем ямку глубиной где-то 40 сантиметров и шириной 60. У нас тут гряда, но чтобы максимально приблизить к дачным условиям, мы для вас вот выкопали ямку, вот, и сейчас посадим нашу смородину. Вы видите, что это стандартный саженец. У него хорошая корневая система, разветвленная где-то порядка 30 сантиметров. Земля должна быть удобрена, увлажнена, должны быть заранее, лучше, конечно, за год, внесены органические удобрения и минеральные, фосфорные и калийные. Вот. Мы сейчас садим растения под наклоном. Корневая шейка должна быть заглублена где-то на 6 сантиметров. Это чуть его нужно садить ниже, чем он рос в питомнике. Вот. Мы расправляем корни по всей поверхности. Наклон где-то 45 градусов должен быть. И присыпаем с вами растения. После этого, как мы посадили наш саженец, мы берем секатор и обрезаем, это будет первая формирующая обрезка растения. Мы обрезаем его так, чтобы на поверхности осталось 3 почки здоровых. Где-то так. И так. Если у вас погода будет сухая, то, конечно, нужно периодически следить, чтобы растение не высыхало и вовремя поливать его. Редактор субтитров А.Семкин